Я сделаю себе что-нибудь более-менее приличное на главе, и как бы, как говорится... Мама говорит, что я классная. Вы не можете меня оскорблять в комментариях, потому что вы хотя бы раз спорили со своей мамой. Всем привет! Буквально час назад я попросила вас в инстаграме, вот мой инстаграм, да, на него можно подписываться, потому что у меня есть классные фотки. Я даже впервые в жизни загрузила фотку в купальнике. Ну ладно, было не впервые в жизни, но впервые в жизни это было не так стыдно, как обычно. Вот. В общем, вы можете на него подписываться, да, я не буду, как бы, обижаться на вас, если вы подпишетесь, потому что мне будет приятно. Я вас попросила в инстаграме написать мне еще раз ваши предположения обо мне, потому что мне очень нравится сама фишка того, что люди пишут какие-то предположения о тебе. Потому что, я объясню, очень часто я слышу, что люди, которые меня не знают лично, что-то думали обо мне, там, когда они меня увидели где-то, там, не знаю, мимо проходящую, либо они меня просто впервые встретили. И у них, короче, всегда были какие-то очень странные мысли по поводу меня. Очень часто меня называют, там, например, высокомерной, не знаю, эгоистичной, самовлюбленной и так далее, просто, ну, по тому, как я себя веду, как бы. Ну, как это объяснить? Короче, просто смотрят на меня, не зная и не знакомясь со мной, и думают, что я, типа, говно какое-то самовлюбленная. Вот. А в том-то и проблема, ребят, это не так. Ну, просто, типа, я серьезно очень хожу всегда, и я этого не замечаю. И, как бы, поэтому люди думают, наверное, что я самовлюбленная, на самом деле, это не так. Вот. Вот. К чему я? Я просила вас задать, точнее, написать мне ваши предположения обо мне, потому что мне снова стало интересно, и, несмотря на то, что у меня уже был видос на тему ваших предположений, вот, я слишком много говорю вот. Я знаю, я пытаюсь от этого, как бы, отгородиться, девчонки, но у меня это плохо получается, как вы видите. Ну, вот. Опять вот. Это первый раз, когда я вообще не читала ничего из того, что вы мне написали в Инстаграме. Вот. Первое. Любишь гавайскую пиццу? Сейчас я не ем пиццу, ну, типа, пицца немножко не вяжется с моим сыроическим. Окей, я не сыроед уже, но в любом случае пицца немножко не вяжется с моим рационом вообще в целом. Я раньше обожала просто гавайскую пиццу. Пицца с ананасами, это было просто лучшее, что могло произойти в моей жизни, в моей ночевке, на моей тусовке, в моей повседневной жизни, на моем ужине, обеде, я не знаю, завтраке, на чем угодно. Просто пицца с ананасами, это вообще было просто, девчонки, пипец. Вот. Открытый, позитивный человек. Я не знаю, я в последнее время пытаюсь анализировать себя в плане того, как я себя веду, как я себя позиционирую в обществе. И я понимаю, что я на самом деле прям очень закрытый человек, мне так сложно открываться людям. Блин, вы знаете, есть вот такая грань людей, когда у вас есть какая-то личная инфа, которую вы не особо как бы кому-то рассказываете. В моем случае я понимаю, что я ее никому не рассказываю. Ну, типа, я понимаю, что в моей жизни у меня есть либо мама, которой, мам, сори, но тоже не все рассказываю. Ну, то есть я дозирую информацию. Есть мой молодой человек, которому, ну, тоже я, наверное, не все рассказываю, просто в силу того, что не все, может быть, ему интересно. И все. И я такая, вау. Все остальное, Полин, рассказывай себе, пожалуйста. Мне реально сложно рассказывать какие-то личные штуки. Ну, наверное, это, может быть, не так аж особо и нужно. Я не знаю, короче, в любом случае, позитивный может быть да, но открытый это очень спорно. Вот. Опять сказала, вот, 55 раз, молодец Полина. Просто мое уважение. Тайный фанатейш от One Direction. Я не знаю ни одной песни One Direction. Вообще ноль. Чтобы вы понимали, я смотрела Дюнкерк, и вот на последних 20 или 10 минутах я такая, о, это что, Гарри Стайлз? Вот настолько плохо я знаю One Direction. Слизываешь йогурт с крышечки. Я не ем йогурт. Но раньше я так делала. Любишь собак больше кошек. Я одинаково отношусь что к собакам, что к кошкам. Не позорь меня. Вот. Но я одинаково не хочу ни собаку, ни кошку в будущем. Потому что нет. В какой-то момент вы уже должны испытать и понять, что это too much для вас. Я их люблю, не люблю особо их тискать. Я вообще, на самом деле, вообще не такой человек. То есть, вот прям тискать собак и кошек, это настолько не мое. Мой максимум это заснуть с ними, типа, в обнимку. Но это тоже очень редко происходит. Потому что, я не знаю, наверное, я очень холодная в этом плане. Чур-то его знает. Короче, в любом случае я не хочу ни сейчас, ни кошку, ни собаку. Вот. Несмотря на то, что у меня есть собака, мне хватает моей собаки. Это мой максимум. Если что-то произойдет с моей собакой, я не хочу следующую собаку. Я уважаю свою собаку. Мам, пойми меня правильно. У тебя оранжевая аура. Это можно как-то определить. Можно определить, какого цвета у меня аура. Давайте погуглим. Это мне нравится. Так. Девчоночки. Интересно. Интересно. Человек существует уникально. Кроме красивого физического тела, он обладает и духовным миром. Если с физиологией все более-менее ясно, то невидимая духовная составляющая является загадкой. Так, все. Короче, мне надо читать. Вам снятся цветные сны или черно-белые? Цветные. В отношениях вы склонны брать ответственность на себя, отдавать бразды и правления в чужие руки? Мне кажется, у нас все 50 на 50. Давайте я скажу, что я предпочитую отдавать бразды и правления в чужие руки просто потому, что меня так бесит решать постоянно какие-то проблемы, несмотря на то, что у меня это получается. Я хочу быть бобиной, которая просто лежит на диване и такая, милый, чмокни в щечку, иди наработаемся. Вы верите в судьбу? Ну. Как вы думаете, вы могли бы стать хорошим продавцом? А, еще раз. Как вы думаете, вы могли бы стать хорошим продавцом? Вполне вероятно, но нет. Я работала несколько раз в магазине. Меня хватает на один месяц. Дальше я такая, все. Я не могу общаться с людьми. Они меня раздражают. Они меня бесят. Я не хочу их видеть. Все, не хочу с ними общаться. Вообще никогда. Входя в очень старый дом, вы чувствуете себя не в своей тарелке. Вы склонны быть, наверное, серьезными. Но если нет, то, сорри, минори, я вру самой себе. Насколько вы страстны в любви? Вы видите что-то своим третьим глазом? Чем? Чем? Реально, чем? Чем? Насколько вы самодостаточны? Более-менее. О, боже. Ненавижу такие вопросы. Ну ладно. Вы скорее естественны, заботливы, амбициозны, игривы, дипломатичны, страстны, хрупки. Естественно. Я не могу... Ну, просто оставим... Не спрашивайте почему. Прямо сейчас вы бы... Давайте просто пропустим. И не будем знать о том, что я ответила на этот вопрос. Какие вам нравятся фильмы? Комедия, романтическое кино, экшн, драмы? Я осознаюсь. Я обожаю подростковые фильмы про любовь. Просто я... Нет, даже не так. У меня есть иногда такое настроение, когда я прям просто вот очень хочу посмотреть какое-то полное говно про подростковую любовь. Все вот. Я буду лежать, обсирать все, что происходит в этом фильме, но кайфовать правильно с этим. Если бы у вас был выбор, вы бы катались каждое утро на американских горках или каждый день ужинали в одиночестве? Каталась бы на американских горках. Ужинать в одиночестве – это отвратительно. Жить одному – это классно, базару ноль, но ужинать в одиночестве – это отвратительно. У всех вещей в жизни есть отрицательные стороны Вот отрицательная сторона жизни одному Это ужин в одиночестве Поэтому я не ужинаю В детстве вы любили Я помню, что я играла в Sims О, я обожала играть в прятки, базара ноль В целом энергии у вас хватает О боже Вас окружает аура рубинового цвета Красный, я так люблю красный Пипец, девчонки Также люди с красноватым цветом ауры часто бывают вспыльчивыми Но при этом быстро остывают, не желая тратить силы на пустые эмоции Ты не угадала У меня красноватая аура Вот Мечтала стать феей? Нет, я мечтала стать русалкой Не любишь кислое? Не знаю, я не так часто ем что-то кислое Высокомерно относишься по отношению к незнакомцам? Вот опять! Опять! Нет! Нет! Сложно общаться с малознакомыми людьми? Да Но в последний раз я попала в компанию В которой я вообще никого не знала, кроме одного человека И я не знаю как, но у меня получилось со всеми закрешиться Я вообще в шоке Ну не со всеми, там 75% компаний Вот, но я вообще была в шоке И я такая, боже, Полина, что происходит? У тебя аллергия на солнце? Есть аллергия на солнце? Нет? У меня нет аллергии на солнце? Я просто... Я просто сгораю очень часто Ты была спокойным ребенком? Нет, ну относительно Я была спокойным ребенком, который очень громко орет Хоть ты и не любила уник или школу Ты всегда была и остаешься предречным учеником Да! Меня это так бесит Я так хочу быть, как там мои одногруппники Которые абсолютно спокойно могут получить тройбан И типа радоваться жизни Я хочу так же Но я не могу так сделать Просто потому, что мне не позволяет моя совесть Или там еще что-то в моей голове Или там... Я не знаю, что мне не позволяет У меня прям вот жопа горит Что мне нужно все на пятерки сдать Почему? Ты намереваешься снимать видео Где будешь читать наши догадки о тебе Как вы узнали? Ты не всегда за любой движ Но если тусишь То это точно запоминающаяся туса Наоборот Я всегда за любой движ Меня может позвать на тусовку Даже самый скучный человек из всего моего окружения Но я такая... Базару ноль Не факт, что из этого выйдет запоминающаяся тусовка Но главное, что я всегда за любой движ Думаю, на тебя ровно ложится загар Ребят, я бы вам показала то, как лег на меня загар Но это просто закроет из-за того, что это будет детская порнография А нет Мне уже 19, это будет взрослая порнография В любом случае это будет порнография Ютуб закроет это Игноришь, если обидели? Есть чуть-чуть Когда я обижаюсь Я либо четко сразу говорю об этом Типа, братан Это вот ты сейчас ошибку сделал Либо я просто запоминаю и фиксирую этот факт Я буду прям очень сухо отвечать, например, на сообщения Там или еще что-нибудь Вот, но это тоже все зависит от ситуации И плюс я... Мое отношение с людьми можно неправильно воспринять Потому что, например, я прям обожаю Игнорировать очень долго людей Не потому, что они там меня бестили Или еще что-то Или потому, что я говно какого-нибудь Просто, например, я просыпаюсь утром У меня полное отторжение соцсетей Я прям вообще не хочу в них заходить С кем-то общаться Кому-то что-то отвечать И поэтому я прям терплю до последнего Когда мне прям уже нужно просто зайти в ВК Чтобы что-нибудь сделать Там или в Инстаграм Вот А так я прям обычно Такая, нет Но я не знаю, почему и откуда у меня такая фишка Но я так делаю И, вероятно, это не всем нравится Но я не уверена Вредный и необидчивый человек По-моему, меня сейчас заскорбили Ты не любишь брокколи? Я обожаю брокколи Серьезно, я очень люблю брокколи Тебя бесят непунктуальные люди И хейтеры Полины Кудрявцевой Проблема в том, что у меня не так много хейтеров А я так хочу, чтобы кто-нибудь создал Не надо только после этого создавать Даже в шутку Я жду вот искренних эмоций Чтобы вы понимали Я жду, когда кто-нибудь создат какой-нибудь паник Типа Анти, Полина Кудрявцева Или что-нибудь Такой просто Я первая подпишусь на эту папу Серьезно Я буду просто наблюдать за этим И думать Господи, как же вы правы, ребят Вы просто гляньте на эту Полину Кудрявцевой Это просто полный Как бы, ну, снос башки, девчонки Ты бросила с Рэдди Я не бросила Я со слезами на глазах от него отказалась Я бы вот так это назвала Окей, на этом все Ну, по крайней мере, это все, что вы мне задали на данный момент Поэтому, да, это конец этого видоса Я, кстати, на даче Если вы вдруг не заметили Или вы не поняли Душу свежим воздухом Моюсь под горячей водой Потому что, как обычно У нас отключили на две недели горячую воду Я передаю привет 2019 году Спасибо большое Я вас чмокаю в пупочек Хорошего вам недельного настроения Утром, вечером Не знаю Поездок на дачу Поступление Сессия уже закончилась Каникул Поездок куда-нибудь Я надеюсь, что вы куда-нибудь поедете Потому что я поеду Я так жду, когда я поеду Я уже не могу Просто ух Кстати, я была в Греции Вы можете посмотреть фотки из Греции У меня в Инстаграме, да Мой Инстаграм будет здесь Как там? Как там? Мой Инстаграм Добрый Макс Нет, на самом деле это привет, Полинка До следующего видоса Пока Мне кажется, весь этот видос Будет просто что-то названное Mental disease И все Дико, сори